Тип губки. Первое время губки считались растениями, но в 1765 году ученые отнесли их к мелким животным. Губки – самые примитивные многоклеточные существа на планете. В мире существует около пяти тысяч видов губок, большинство из которых населяют моря и океаны, и лишь 150 видов избрали местом жительства пресные водоемы. На разных глубинах встречаются губки самых разных цветов – желтые, зеленые, красные – на теплом мелководье, белые или светло-желтые – на значительных глубинах. Свободно передвигающихся губок в природе нет, все они ведут сидячий образ жизни, прикрепившись к камням или донному грунту. У губок нет ни тканей, ни органов. У большинства имеется скелет, несущий опорную функцию и состоящий из кремниевых или известковых игл, либо из рогового белкового вещества – спонгина. Мешковидное тело высотой от нескольких миллиметров до двух метров имеет полость, которая соединена устьем с внешней средой. Наружный слой – эктодерма – состоит из плоских поверхностных клеток. Клетки внутреннего слоя – энтодермы – имеют жгутики, обеспечивающие постоянный ток воды. Между двумя слоями клеток лежит бесструктурное вещество – мезоглея, в которой разбросаны разные по функции клетки – скелетобласты, то есть клетки, образующие скелет, половые клетки. Благодаря движению жгутиков вода поступает через поры и каналы в полость тела, а затем выводится через устьевое отверстие наружу. Особые подвижные клетки внутреннего слоя захватывают и усваивают мелкие частицы пищи – простейших бактерий, микроскопические водоросли, поступающие с водой. Следовательно, пищеварение у губок внутриклеточное, пищеварительной системы еще нет. Размножаются губки бесполым путем – почкованием. Почки отделяются от родительского организма и вырастают в новую особь или остаются связанными с материнской губкой, образуя ветвистую колонию. Могут размножаться и половым путем. У губок хорошо выражена способность к регенерации, то есть способность восстанавливать целостность организма после значительных повреждений. В природе губки играют существенную роль в биологической очистке воды. Практическое значение губок невелико. Ряд морских губок, получивших название туалетных, добывают со дна моря и применяют для мытья. Из скелета пресноводной губки бодяги изготавливают противоревматическое средство и средство для отбеливания и очистки кожи.